РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Класса. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Солидированный финансовый результат крупных и средних компаний Башкортостана по итогам 11 месяцев прошлого года составил более 421 миллиарда рублей. Это на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года в действующих ценах, сообщает Башкортостанстат. Более 75% организаций получили прибыль в размере 443,5 миллиарда рублей. 24% организаций убыток на сумму почти в 23 миллиарда. Одновременно с этим доля убыточных организаций выросла. Совокупный убыток нерентабельно работающих организаций увеличился на 32,5% и составил 22,5 миллиарда рублей. В январе-ноябре 2022 года этот показатель составлял 17 миллиардов рублей. Наибольшие сальдо прибыли и убытков фиксируются в обрабатывающей промышленности – 315 миллиардов, что на 28,5% больше аналогичного периода 2022 года. В оптовой розничной торговле, ремонте, автотранспортных средств, мотоциклов, доходы компании составили почти 35 миллиардов рублей со снижением на 19%. В добыче полезных ископаемых прибыль за вычетом убытков составила 19 миллиардов, что на 36% выше уровня января-ноября 2022 года. В обеспечении электрической энергии газом и паром кондиционирования воздуха – 18,5 миллиарда рублей. Больше – почти на 5%. Суммарная задолженность по обязательствам организации на конец ноября 2023 года составила почти полтора триллиона рублей, из которых было просрочено более 42 миллиардов. Другим темам более 6 миллионов рублей отдали аферистам жители республики за минувшие выходные. В дежурной части органов внутренних дел поступило 30 сообщений, связанных с кибермошенничеством. Так, в один из отделов полиции в Уфе обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что в одном из мессенджеров получила сообщение от неизвестного абонента. Там представились директором школы, где пострадавшая ранее работала. Мошенники сообщили об утечке данных в организации, предупредили о скором звонке сотрудников банков или правоохранительных органов. Через некоторое время пенсионерке поступили звонки. ЛЖС-специалисты рассказали, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Для того, чтобы предотвратить нежелательные операции, они предложили поехать в офисы банков, получить эти кредиты и перечислить деньги на специальный счет. И пообещали, что после этого кредиты будут закрыты. Горожанка доверилась мошенникам и действовала по их указаниям. Она оформила займы в нескольких банках, перевела более 1 миллиона рублей на якобы безопасный счет. После этого женщина поехала домой и рассказала все дочери. Они обсудили ситуацию и решили позвонить самому директору школы. Выяснилось, что ее аккаунт был взломан злоумышленниками, а сообщение было поддельным. Аналогичные инциденты случились и с жителями ряда других населенных пунктов. Но вот ранее глава Центробанка Эльвира Набиулина предложила ограничить объем наличных, вносимых через банкоматы. По ее словам, это необходимо, чтобы предотвратить случаи, когда граждане берут под влиянием мошенников кредиты, обналичивают их, а потом зачисляют на подставные счета. Для того, чтобы этого не было, а здесь скорость очень важна, все-таки рассмотреть вопрос об установлении лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминалы. И может быть посмотреть, и в том числе, если это заносится на карту, только что открытую к приложению банка человека. Мне кажется, что эти меры по кредитам мошенничества нам надо обсудить и принять, потому что, еще раз, у нас системных барьеров здесь нет. Напомню, что за весь прошлый год объем похищенных средств жителей республики кибермошенниками превышает 3 миллиарда рублей, о чем заявил глава МВД по региону Александр Притко. Предприятия республики, попавшие в санкционный список, корректируют работу. Возможно, потребуется наладить новые механизмы поставок. Все в штатном режиме, поводов для паники нет, сообщили представители компании в разговоре с РБК УФА. Напомню, в перечень включили ряд предприятий Башкортостана, в частности, под санкции Соединенных Штатов. Попала уфимская компания «Фордиалог». Как значится в пояснении, организация включена в перечень за поддержку российской военно-промышленной базы. Предприятие занимается оптовой торговлей компьютерами и программным обеспечением. Австралия ввела санкции против машиностроительной компании «Витязь». Со стороны Великобритании ограничения появились в отношении материнской компании Стерфтомакского научно-производственного объединения станкостроения Московского стан. Евросоюз ввел санкции против оборонного завода «Авангард». Всего в обновленный санкционный список ЕС, так называемый 13-й пакет, вошли 106 физических лиц и 88 юридических, в основном из России. Их активы замораживаются компаниям и гражданам из стран Евросоюза. Запрещено предоставлять им средства на физических лиц. Также распространяется запрет на поездки. Если бы выборы состоялись сегодня, явка в Башкортостане превысила бы 80%. Результатами опросов граждан в ходе подомовых обходов с РБК УФА поделился член избиркома России, куратор разбирательной системы в Республике Евгений Шевченко. По его словам, до 7 марта в Республике будет проходить акция «Информу УИК». Она предполагает подомовые обходы членами комиссии для того, чтобы рассказать гражданам о порядке голосования и кандидатах. Специалисты уже обошли 30% домовладений. Республике в ходе опроса выяснилось, что на выборы президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта, готовы пойти от 80 до 87% респондентов. Также Шевченко рассказал о наличии видеонаблюдения на участках и работе общественных наблюдателей. Кроме контролеров от общественной палаты, в регионе ожидают международных экспертов. Соответствующие заявки были направлены в другие страны. Уже первое аккредиционное удостоверение представителям СНГ на этой неделе Лассанна вручила. Но уверен, что числу кодинства у нас будет понимание, из скольких стран приедут международные наблюдатели. Наша задача – показать, что у нас происходит, потому что стандарты российской избирательной системы высочайшие. И мы готовы этим делиться, чтобы и в недружных странах выборы проходили демократично, хотя бы близко к тому, как проходят они в России. Напомню, что на выборы президента России выдвинулись четыре кандидата. Один из них – действующий глава государства Владимир Путин в качестве самовыдвиженца. Остальные трое – от политических партий, представленных в парламенте. Николай Харитонов – представляющий КПРФ, Леонид Слуцкий – от ЛДПР и Владислав Дованков – от «Новых людей». Кроме этого, в сентябре 2024 года в единый день голосования состоятся выборы главы Башкортостана. Арбитражный суд Республики продлил срок конкурсного производства по банкротству Роскомснабанка до 11 июля этого года, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 9 июля. Агентство информирует, что объем выплат кредиторам, в первой очереди, расчет с которыми должен был состояться в период с 29 октября 2021 года по 26 апреля 2024, увеличен на 1%. Общая задолженность составляет более 22 миллиардов рублей. Напомню, страховка по вкладам физических лиц по законодательству России составляет максимум 1 миллион 400 тысяч рублей. То есть, если на вкладе находилось 2 миллиона, целиком сумма возмещена не будет. В целом же, как показывает практика, удовлетворяется порядка 62% от заявленной суммы требования, отмечают эксперты. Роскомснаббанк был лишен лицензии в марте 2019 года и объявлен банкротом в июле 2021. Из общей суммы долга на конец 2022 года выплатили уже 1 миллиард 590 миллионов рублей. Это 7,6% от всей суммы требований. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.